Здравствуйте, уважаемые трейдеры, с вами я, Екатерина Стихина и обзор азиатской сессии от 17 февраля. После резкого снижения на Уэлл-стрит во время торгов в четверг распродажи акций продолжились и в пятницу. В результате фондовые индексы Австралии и Японии также зафиксировали потери в большинстве секторов IT-технологий, автопроизводителей, финансовом, горнодобывающем и других. Одновременно доходность американских госбондов выросла по всем срокам владения, а доллар США снова вышел на максимумы по своему индексу. Все три фондовых индекса США на закрытии четверга ушли в минусы после публикации отчета производителей по инфляции. Как мы и предполагали в нашем вчерашнем обзоре, реальность снова не оправдала ожидания. Цены на товары конечного спроса в США и не думали снижаться. Наоборот, вместо скромного прогноза роста на 0,4% они подскочили до 0,7%. Кроме того, перед длинными выходными в Соединенных Штатах рынки получили еще несколько ястребиных предупреждений от спикеров Центробанка США. Так, Лоретта Местер из Федерального резервного банка Кливленда и ее коллега из Сент-Луиса Джеймс Буллард заявили, что на следующем заседании 22 марта может быть рассмотрено повышение ставки даже на 50 базисных пунктов. Как показывает инструмент Семи FedWatch Tool, рынок фьючерсов на ФРС живо отреагировал на комментарии политиков. Если раньше котировки поставки фиксировались в основном на уровне четверти пункта, то сегодня уже 18% считают возможным ее повышение на полпункта. Эта расстановка сил может измениться еще сегодня. Позже в американскую сессию пройдут выступления главы Федерального резервного банка Ричмонда Томаса Баркина и управляющей Федеральной резервной системой Мишель Боуман. Степень воинственности в выступлениях политиков РС будет внимательно изучена и может придать новый импульс роста всесильному доллару. Учитывая ее абсолютную ликвидность, американская валюта по-прежнему является самым предпочтительным активом убежища. А последние экономические данные по Соединенным Штатам, а именно индексы цен и уровень первично безработных, показали, что американская экономика вполне очень даже себе устойчива. Поэтому свежий подъем ожиданий поставки ФРС снова привел к взлету позиций индекса доллара по отношению к большинству его партнеров по корзине валют G6. В начале пятницы американец достиг своего 6-недельного максимума и поднялся в цене до 104,5 пункта. Похоже, Greenback готовится отметить свой третий недельный рост подряд. С понедельника он уже прибавил около 1%. И в Азии торговался на повышение внутри дневного диапазона между отметками 104,2 и 104,5 пункта. Причем его привлекательность может еще больше усилиться после очередных комментариев спикеров ФРС. Также инвесторам лучше держать в памяти предупреждения главы Центробанка США. После февральского заседания по ставке Джером Пауэлл заявил, что регулятор постарается избежать ошибок прошлого. Иными словами, ФРС предпочитает пережать с повышением ставки, чем не дожать и начать все сначала, но в гораздо худших условиях. А тем временем Банк Японии, кажется, сохранит в своей политике статус-кво. И предстоящая встряска с переменной главы ведомства мало чем поможет японской валюте. Каким бы ястребиным ни оказался новый руководитель Центробанка страны Казуо Уэда или кто-то еще, настройки по монетарной политике в Японии, скорее всего, останутся прежними. Ведь Совет Центробанка страны проголосовал за сохранение программы смягчения единогласно. А дополнительные меры по смягчению и изменение кривой доходности госбондов регулятор, как сообщается в его заявлении, примет в случае необходимости и без колебаний. Так что, если до сих пор иене не удавалось как-то держаться на плаву, то сегодня ее курс к доллару США показал ралли. Расходящиеся пути денежно-кредитной политики США и Японии, резкий скачок американца и растущая доходность трежерис вывели иену в область ее январских максимумов на линию 134,8 пункта. В начале пятницы курс пары находился на пороге тестирования круглого уровня сопротивления на 132 иены за доллар и торговался в коридоре между отметками 133,90 – 134,90. С учетом сложившейся ситуации, иена может продолжить обесцениваться на сильном долларе США. Особенно сегодня, в американскую сессию. Не исключено, что быки продвинутся выше диапазона открытия 2023 года и подтолкнут обменные курсы иены к технически важному сопротивлению на 136,90 иен. Именно на этом уровне находится индикатор двухсотдневной скользящей средней, который охватывает примерно 40 недель торговли по паре доллар США иена. Штурмует новые минимумы сегодня и австралийский доллар. В начале пятницы он торговался на понижении к американцу в области отметки 0,6828. Однако медведи по паре, похоже, больших передышек сегодня делать не намерены. И ценовой диапазон ОЗИ пикировал в азиатскую сессию все дальше вниз в границах 0,6822 и 0,6882. Медвежий тренд и консолидация в районе многодневного дна готовят австралийца к дальнейшему падению в область технической линии 0,6805. К тому же доллар США оказывает дополнительное давление на сырьевые валюты. Тем не менее, круглая поддержка 0,6800 может бросить вызов медведям и поможет ОЗИ несколько укрепиться, а валюта Новой Зеландии в ближайшее время ничего существенного противопоставить всесильному доллару пока не сможет. Особенно на перспективе того, что после разрушительного циклона «Габриэль» Резервный банк страны возьмет паузу в повышении ставки. Заседание регулятора по монетарной политике пройдет на следующей неделе, 22 февраля. А конец этой недели отмечен для новозеландца тотальным проседанием курса четвертую сессию подряд. В начале пятницы киви упал в цене к доллару США до отметки 0,6204. При этом пара продолжала торговаться по-прежнему на понижение в границах диапазона 0,6199 – 0,6266. И не исключено, что еще сегодня она будет тестировать уровень в 200-дневной скользящей средней на линии 0,6185. Как видите, интрига по движению валютных курсов продолжается, и основные события по доллару и его партнерам по корзине ждут нас еще сегодня. А мы также ждем вашей реакции под этим видео. Нам важна ваша оценка. ИнстаФорекс ТВ работает для вас и вашей торговли. Будем улучшаться и расти вместе. На этом наш обзор азиатской сессии подошел к концу. Быстрой вам пятницы, хороших прибылей и оставайтесь на связи. Увидимся в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok